Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно, работают все микрофоны Каждый может Высказать Высказать Сказать Добрый день уважаемые дамы и господа Напомню вы слушаете радио Народная волна На чистоте 1430М 99,1 ФН На нашем веб-сайте RadioNBC.com И конечно же на нашем канале в YouTube Не забывайте Регистрироваться когда заходите Посмотреть что происходит Ну и может быть если вам понравилось то о чем Говорят в нашем эфире вы можете поставить Лайк. Пальчик вверх Да. Не путайте Вам ничего не стоит а нам приятно Знаете всегда есть Какой то своеобразный стимул что ли С вами в студии Меня зовут Сергей Зацепин со мной Напротив меня Анатолий Червец. Здравствуйте Здравствуйте Хотел сегодня интересно А у нас есть консульство Генеральное консульство Украины Вот мне интересно Кому нибудь из украинцев Которым ну по каким то вопросам Обращались в консульство Удавалось когда нибудь туда дозвониться Или нет Потому что я сегодня с утра пытался Дозвониться в украинское консульство Ну поговорить о прошедших выборах Какую то статистику собрать Бесполезно Бесполезно Нам удалось дозвониться В посольство Украины И там молодой человек Нам дал кое-какую информацию Потому что Ну во первых Прошедшие выборы Наделали столько шуму В социальных сетях Такие баталии Разворачивались И у меня сложилось впечатление Что миллионы людей Просто в Америке Так сказать Сотрясают воздух Сотрясают воздух Да А выяснилось что Вот работник посольства Дал нам вот такие цифры Всего значит В Америке проживает Людей которые Имеют право голосовать 47 тысяч 908 человек Имеют право принимать участие в выборах То есть голосовать Это те у которых на руках Есть украинские паспорта Кто являются гражданами Да Украины А в последнем голосовании Приняли участие 3523 человек Я почему-то Меньше 10% Я почему-то Да Во-первых Меньше 10% Во-вторых Я полагал Что у нас тут в Чикаго Такая община Украинская Большая И честно говоря Ну вот эти цифры Меня обескуражили То есть 3,5 тысячи человек По всей Америке Приняли участие В голосовании Как бы есть Два варианта Объясняющих Либо люди Совершенно Так сказать Неактивные В этом смысле Им безразличны Что происходит В Украине Либо Мое представление О том Что здесь проживает Какое-то громадное Количество Украинцев Оно несколько Преувеличено Не соответствует Действительности Ну я думаю Все таки Что может быть Какие-то То есть Консулат Должен знать Сколько у них Паспортодержателей Я уже не говорю Про нелегалов Но паспортодержатели Должны быть У нас есть Звонок Пойдем Давай попробуем Несет ясность Какую-то Пожалуйста В эфире Здравствуйте Сережа Здравствуйте Да община-то Украинская Большая Но Граждан Украины Это маловато Это как? Ну как Те кто с Украинским Паспортом Их мало 47 тысяч Вам уже сказали Это по всей Америке По всей Америке Да Я не понимаю Община большая Но с украинским Паспортом А остальные Откуда? Ну я имею ввиду Эмигранты Первый Второй Третий А ну это понятно Но те которые Первый Разговор идет Я хотел бы просто Не знаю Может вы будете Обсуждать Или нет То что сегодня Путин подписал А выдача Российских Паспортов В ДНР ЛНР Мне кажется Это плевок Одновременно И с Соединенным Штатом Всему Просто вызов То есть Россия собирается Выдавать Российские паспорта Жителям Донецкой Луганской областей Ну вы же понимаете Что за этим последует Ну да понятно Абхазия И так далее Приднестровье Ну я вам скажу честно Я не потому что Я пытаюсь защитить Соединенные Штаты Я не думаю Что это плевок Соединенным Штатам Я думаю Это плевок Я объясню почему Пожалуйста Анатолий Пожалуйста Потому что Волкер Позавчера Кается Или вчера Предложил Новому президенту Зеленскому Вести Как говорится Моментально Переговоры Диалог А тут получается Что и Волкер Ошибся После такого Хода Ну я не думаю Что он ошибся Я вам честно Скажу Я просто вам Объясню свою Логику Я не то что С вами спорю Я вам объясню Свою логику Смотрите Сейчас поменялся Президент У Путина Появилась Сумасшедшая Шанс Вот в этой Всей неразберихе Передача Власти И переход Этих Кабинетов И так далее Пока Знаете Говорят Пока Кот спит Мышки играют Поэтому Я не думаю Что вот То что Путин подписал О Выдаче паспортов Гражданам ДНР И ЛНР Вы понимаете Что граждане Те которые Получат паспорта И захотят Оттуда уехать В Россию Они это смогут Сделать Они бы и так Это могли сделать Понимаете Поэтому Я не вижу Тут Причины Или проблемы Для Соединенных Штатов Теперь Под текстом Звучало То есть Защитить Права Граждан России Правильно я понял Вас? Да Да Но они могут Защитить Права Граждан России Тем Что они могут Эти граждан Принять к себе В России Вот этим Они могут Нет Нет Анатолий Это уже пройденный этап Я понимаю Вы с вами сказали Тот кто хотел уехать Уезжали И без Российского Да 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 А сейчас у них Появилось наоборот Такой Подхлест Ребята Давайте Переезжайте А насчет того Что защищать Граждан России Вы понимаете Что эти граждане Живут добровольно На территории России Если Я не хочу Я просто скажу Одну фразу Пожалуйста Если раньше Они говорили Нас там нет То это прямое Вмешательство Во внутренние дела Украины Да Тут я с вами Согласен На 300% Абсолютно Абсолютно Ну Посмотрим Я не знаю Почему они раньше Не позвали вопрос Почему рубль Коет На Донбассе Это вообще Экономический Подрыв Экономики Да 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 Ну Посмотрим Я думаю Что это сейчас Опять же Это Такой Бросок В сторону Зеленского Попробуй Противостоять Вот и все Спасибо Спасибо вам огромное Добрый день Пожалуйста В эфире Добрый день Господин Зацепин По поводу Вашего Первого вопроса Звонил Иногда Дозванивался Но в основном Вы правы Включается Автоответчик Со всякой Билибердой Начиная От пункта Один И пункта Десяти Такого Чтобы отвечал Оператор Нету Но я Дозванивался Иногда Так может Просто Случайно Попадало Я не знаю По поводу Второго Не голосовал Не те лошадки Вы же знаете Я не поставил Ни на одну лошадь Которая Скакала Понятно Да Тоже возможно Абсолютно Мне-то не удалось Дозвониться Даже до автоответчиков Там все время Занято 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 Там наверное Одна линия Я не знаю Добрый день Пожалуйста Здравствуйте Гарсон Владимир Добрый день Судовальца Я вижу вас В эфире Ну тогда привет Украина Да Немножко для нас В общем Такой вопрос Ну Значит Мои Как бы Наблюдение Над этим Первое Сменяемость власти Очень хорошо Отлично Второе Не знаю Зелинский Не Зелинский Но Жидо-бандеровцы Выбрали еврея Круто Совершенно Классно Ну и посмотрим Что будет Ну да Спасибо Добрый день Пожалуйста Добрый день Говорите пожалуйста Я? Да Да Это вы А как вы думаете По поводу Ведь Зеленский Объявил Что информационную Войну Объявляют И тут же Это очень серьезное Было заявление И Путин Тут же сразу Среагировал Как вы думаете Есть логика В этом Я считаю все равно Что логика У каждого своя логика Логика только в одном Путин пытается Сейчас показать всем Кто такой Зеленский Ну и проверка такая На прочность Да Да Вот и все То есть В зависимости от того Как поведет себя Зеленский Вот так и пойдет Дальнейшая политика Украины Мне это почему-то напомнило Избрание Джона Кеннеди И поведение Хрущева Советского лидера Да Сразу после избрания Была такая проверка На прочность Конечно Спасибо Поживем посмотрим Ну что В Чикаго Вернее в штате Иллинойс У нас новости Готовят место в тюрьме Очередному губернатору Это традиция такая Иллинойская Губернатор Срок проводит На посту губернатора Потом срок В тюрьме Мы идем на рекорд Губернатор В отношении губернатора Притцкера Федералы проводят Расследование Это связано с его Билдингом Этим домом В котором он разломал Унитазы И получил там 300 тысяч возврат На это дело На текст На налоги То есть Человек Который обладает Не одним миллиардом долларов Состояние Губернатора Притцкера Составляет Там 2,3 Десятых Или 3,2 Не помню сейчас точно Но в общем Много миллиардов И вот он Занимается Такими делами Чтобы Сэкономить На налогах При этом Усиленно Бьется на пару С Главным мафиозником Штата Майком Мэдиганом С тем Чтобы Повысить налоги На налогоплательщиков Нашего штата И Причем Они хотят Внести поправку Дополнение Конституции Сделать Внести поправку Потому что По конституции У нас Flat tax На всех Они хотят Прогрессивный налог Ввести Чтобы Градации Были какие-то Одним стоком Платить Другим стоком Как только Ворота Эти открываются Держите Ваши карманы Держите Ваши карманы Я думаю Что именно В связи с этим Кто-то Подал Идею Федералам Провести Расследование Потому что Этого Расследования Ведь не было Ну что ж Господа Демократы Хочу вас Поздравить Очередной Хочу вас Поздравить Добрый день Пожалуйста Сергей Добрый день Добрый день Добрый день Мне кажется Что вы знаете Кто это Сегодня Я имею На работе Возможность Слушать радио Я слушал 560 И выступал Галагер Он выступает И Позвонила Бывшая Иначе Семигрант Или как его С Чикаго Юлия Очень хорошим Английским И Обрушилась На него Постоянно Перебивая Что Он Продался Россию Что Трамп Такой Такой И я Айм Заянис Айм Заянис Я Еврейка И она Ему Буквально То есть Перебивая Он уже Не мог Он Долго Где-то 6 или 8 минут Ее держал И У вас Есть Айди Кто Это Мог Быть У нас Есть Идея Но я Вам Скажу Вы Знаете Слава Начинает Застилать Глаза Почему Потому что Выступления На некоторых Русских Каналах Приносят Вот такую Славу Которая Начинает Уже Просто Выносить Мозг И Мало Места Только Выступать На русском Телевидении Нужно Выйти На Национальную Сцену Ну а дальше Это же шоу Идет По всей Америке Абсолютно Это Очень Это Это Как Раш Вим И Это Шоу Идет На всю Америку Но просто Та самая Персона Которые Вы говорите Они В свое Время Разместили В газете Реклама Открытое Письмо От Советских Евреев Я Что Меня Бесит В этом Я Не знаю Что Такое Не Хочу Знать Что Люди Говорят От От Нашего Имени И Когда говорят Заянис Ты Заянис Это Заянис Как я Это Вода Которые Голосуют За Джен Чаковский Которые Саботируют Выступление Премьер Министра Израиля В Конгрессе Которые Голосуют За Барака Обаму Который Призывает Израиль Уйти К границам Шестьдесят Седьмого Года Вот Такие Они Сионисты Лево Радикальные Дико Дорбина Которые Знаете Я долго лет Слушай его Очень много Никто Так Бесцеремонно Непрофессионально То есть Она Не давала Ему Говорить И Постоянно Повторялась Ам Заянис Ам Рашин Ну Я не понимаю Это Для меня Это Был Полный Эмбарасмент Ну Абсолютно Представлять Но Он С ней Разделался Довольно Таким Деликатный Человек И так Дальше Но Это Вот Рашин Дю И так Дальше Спасибо Не один Он С ней Разделался Но Попытки Все равно Будут Вот Это Как раз Те люди Я еще раз Напомню Которые От имени Советских Евреев Требовали Трамп Выйти на Демонстрацию И Опозорить Трампа За то Что он Издал Исполнительный Указ О том Чтобы Ограничить Въезд Жителей Некоторых Стран В основном Населенных Мусульманами Которые Не могут Контролировать Кто У них Живет Что Живет И так Далее Это Этот Человек Выводил На Баррикады Народ Против Трампа Против Его Попытки Остановить Исламизацию Этой Страны Ну И Как Результат Мы Тут Как То С ней Спорили В Одной Дискуссии Как Результат В Конгрессе Появились Такие Же Сионистки Как Она Рашид Этла Иб Ильхан Амар Вот Это Благодаря Усилиям Вот Таких Леворадикальных В кавычках Сионистов Да Ну Знаете Еще Две Секунды Если Можете Вот Это У меня Сейчас Друзья Гостили Из Миннеаполиса И С Ихними Племянниками С Мальчиком Одиннадцатилетию Мама Привезла Ему Шапку Make America Great Он Ходит Престижную Школу Он Пришел В Эту Школу Ему 11 Десять Лет Это Миннеаполис Это Не То Что Они Это Ихни Ихни Племянники Его Удалили Со Школы На День Потому Что Мать Пришла Ругаться Ей Сказали Хип Промог The People Через Недель И Двоюродная Сестра Вышла Пришла В Школу С Магин Дуведом Ее Удалили Со Школы На День Потому Что Промог The People То Думаете Что Это Происходит Вообще С Миннеаполисом Это Люди Которые Людей Я знаю 50 лет Если Не Больше Это Невозможно Даже Подумать Об Это Их Провоцирует Эту Категорию Людей Провоцирует Все Начиная От Кепки Мага И Заканчивая Американским Флагом Или Американским Гимном Их Провоцирует Гимн Запретить Флаг Запретить Джордж Вашингтон Расист И Рабовладелец Уничтожить Памятники Переименовать Это Которая Исполняла Гимн Алексей Орлов Который Удалили Ее Памятник Но Забыл Одну Очень Очень Фундаментальную Вещь Она Пела Песни Если Можно Стать Российские Возвратис Кем Она Пела С Пол Робсоном А Кто Был Пол Робсон Пол Робсон Великанский Коммунист Который Сталин Очень Любил Дал Сталинскую Премию И так Дали То есть Она С ними Исполняла Но Это были Такие Годы Такое Пелось В 1939 В 1938 Они Пели Эту Песню Спасибо Что Что Занял Слишком Много Времени Нормально То О чем Вы говорили Это Действительно Беспокоит Всех Спасибо Давайте Попробуем Добрый День Пожалуйста В эфире Добрый Добрый Вот Тамараш Лимба Разобрал Немножко Этот Репорт Миллера И оказалось Что там Русские Записали Телефонный Разговор Секс По телефону Между Моненькой И Биллом И Как выяснилось Русские Раньше Всех Американцев Узнали О похождения Блудливого Били И оказывается Такой Русский Агент Дмитрий Саймс Да Который Там По первому Каналу Выступает С внуком Молотова Риббентропа Вот он Подкат Подкатил С этими Данными К этому Джареду Кушнеру И сказал Что там У него Столько Компромата Напила Понятно Что Вот это Если все Разобрать Это Кто Кого И держал На крючке То есть Россия Держала На крючке Клинтон Потому что У них Столько Компромата Набило Ну Помнишь Как вы назвали Спасибо Блин Клин Да Как называлось Вот Недавно Принимал Участие Кушнер И Клинтон Times 100 И Я когда Слушал Когда Клинтонша Заявила О том Что Если бы На месте Трампа Был Кто Другой Он бы Уже Сидел В древе Я чуть Со стула Не упал Ей богу Уж Кто Я Я не знаю Или эта Тактика Специально Такая Выбрана Человек По уши В дерьме Я имею Ввиду Клинтоншу Под уголовным ходит Под домокловым мечом Совершила массу преступлений Которые Особых доказательств Не требует Это доказано Об ее преступлениях Говорил Коми На всю страну Он перечислил ее Часть ее преступлений Совершенных И У ней Хватает Наглости Или безумия Я даже не знаю Как это назвать Заявлять Или Это вот такое Зеркальное отражение Но это свойственно Демократам Обвинять Противоположную сторону В преступлениях Или В каких-то Неблаговидных поступках Которые они совершили И И вот тут Она заявляет Что если бы на его месте Хиллари Если бы на твоем месте Был кто угодно Уже бы безвылазно Сидел в тюрьме Просто до скончания века Причем давно Давно С 15-го года Как бы Даже Сарканзаса еще Ну это да С Вайт Воттер Может быть Значит Ты слушал Я не знаю Ты сегодня слышал Утром на факс Выступала Дана Бразил Нет Не слышал Нет Твою счастье Значит Тем которые не помнят Кто такая Дана Бразил Это бывший секретарь Или председатель Комитета Демократической партии Америки Так Это та дама Которую Которую поймали В передаче Во время дебатов Клинтон И Сэндерса Эта дана Бразил Передала вопросы Заранее Хиллари Клинтон От ведущих Вот этих дебатов И тем самым Поставила ее Конечно же Преимущество Перед Сэндерсом Так как он не знал Что будут спрашивать Клинтон что знала Но почему она это сделала Именно потому что За пару недель До дебатов Был подписан контракт Между Клинтон И демократической партии Или комитетом Демократической партии Которые Так как демократическая партия Была просто Ну на сухом пайке Денег не было Ни копейки Для того чтобы Как то Оформлять Вот предвыборные Компании Вообще Так вот Госпожа Клинтон Подписала контракт С данной Бразил И Демократическая партия О том что она Будет Финансировать Выборы Демократической партии Будет давать Донейшн Заливание И так далее В обмен На то Что когда она Станет президентом Она сможет Контролировать Полностью Всю финансовую Картину Демократической партии Представляете На секундочку Да И Дана Бразил Это была Именно вот та Дама Которая Которая На это Пошла Когда Это все Всплыло Деби Вассермен Шолд Которая В то время Занималась Вот этой Предвыборной Компанией Демократической партии Ей пришлось Уйти в отставку Из-за Вот этого Скандала Не то что Она там была Святая Но она Ушла в отставку Так вот Теперь Дана Бразил Правда Извинилась Публично Перед Берни Сэндерсом За то что она его как говорится Прокатила Мимо Клинтон Мимо Во время Праймарис Она перед ним Извинилась Написала Книжку И Теперь Ее на работу Как Политического Аналитика Взял никто иной Как Факс Ньюз Так вот Сегодня утром Она давала Интервью Одной из ведущих Факс Ньюз И Я вам просто Почему я вам это все Рассказываю Чтобы вы Поняли еще раз Лишний раз О том Насколько Вот то о чем Сергей говорит Зазеркалье Просто Зазеркалье Значит Дана Бразил Ей был задан вопрос такой Как вы считаете Правильно ли делает Демократическая партия Во главе с Нэнси Плоси Верни Конгресс Во главе с Нэнси Плоси Тем что они Вот постоянно Занимаются Ничем иным Как расследованием 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 И тем самым Под угрозой Проиграть выборы Ответ данный Бразил Нэнси Плоси И Конгресс Абсолютно делают Все правильно Потому что Кто вам сказал Что мы не умеем Шагать И жевать Жвачку Одновременно То что идут Расследования Это одно Но мы же говорим И про экономику Мы говорим Про иммиграцию Мы говорим Про инфраструктуру Значит Если кто-нибудь из вас Дорогие радиослушатели Слышал Хотя бы одно слово От кого-то Вот за последние два года Об инфраструктуре Экономике И так далее Пожалуйста Напомните мне Потому что я этого не помню Так вот Причем Эта ведущая Даже слова Не возразила О том Что А когда же Мол Когда же Где вы говорите об этом Если Никто этого не слышит Дальше Был вопрос такой Скажите пожалуйста Как вы считаете Вот сейчас Комитет По Этот Элайжа Каминг Как его По надзору Председатель комитета По надзору Послал уже Сапину Значит Всем этим Трампом И в общем Всему Охружению На дачу показаний Как вы считаете Это было правильно сделано Теперь Слушайте внимательно Ответ Папа этого Ответ Помещаю в книжке Значит Слушайте внимание Ответ Женщины Которая Занималась Вот теми Темными делами По поводу Клинтонши Ответ был такой Я Американка И я Как американка Имею право Знать То Что происходило С Выборами Трампа С его Окружением С той Грязью Которую Они копали Нак нашего Кандидата Хиллари Клинтон И я Считаю Что это Должно быть Расследование До Самой Последней Буквы И Я Ждал Вопрос Дана А Тогда Скажите А как Вы Относитесь К тому Что До сих Пор Не Началось Расследование Самой Клинтон Ни Одного Звука По этому Поводу Не было Спасибо Вам Огромное Вот тебе Пожалуйста Вот тебе Зазеркалье Давайте Мы Сделаем Небольшой Перерыв После чего Увидимся Обязательно Обязательно Продолжим